Добрый день! Более 80% информации от окружающего мира мы узнаем с помощью зрения. И даже не представляем, каково это жить в полной темноте. Существует огромное количество мифов и советов, как улучшить зрение и его сохранить. Хочу представить вам врача-офтальмолога областной консультативно-диагностической поликлиники Алсу Равилевну. Добрый день! Дело в том, что у меня упало зрение на правый глаз. Я связываю это с телефоном. Я постоянно сижу в интернете, работаю правой рукой, и мне кажется, от этого мое зрение упало. Такое может быть? Теоретически это возможно. На самом деле, использование телефонов длительное на близком расстоянии может провоцировать постепенное снижение остроты зрения. Просто экран телефона занимает очень маленькое пространство в поле зрения человека, поэтому фиксация зору на коротких расстояниях дает постепенно усталость мыши, может привести к спазму аккомодации. Вот для того, чтобы понять вашу ситуацию, я вам предлагаю провести небольшую диагностику вашего зрения. Для этого предлагаю пройти в кабинет офтальмолога и провести необходимые диагностические исследования. И мне потом придется отказаться от этого телефона, видимо? Нет, на самом деле этого все не обязательно делать, просто необходимо будет ограничить количество проведенного времени за экраном телефона. А телевизор? Телевизор, но доказательной базы нет, чтобы именно использование просмотра телевизора могло привести к снижению остроты зрения. Этот прибор называется авторефрактометр. Для проведения исследований необходимо поставить подбородочек, лобиком прижаться. Прибор автоматически измеряет данные рефракции в вашей глаз. Для начала снимает рефракцию правого глаза. Вам необходимо смотреть в центр экрана. Там есть специальная картиночка. Картиночка может передвигаться. То есть она то отдаляется, то приближается. Это необходимо как раз для проведения данного вида исследования. Да, у вас есть изменение стороны зрения, небольшое снижение зрения правого глаза. Так, можно лоб убрать. Так, вот ваш результат исследования. Интересно. А что это значит? Ну, идемте проверим остроту вашего зрения и дальше я вам объясню, что это означает. По результатам проведенного обследования данные автора фрактометрии позволяют сказать, что у вас действительно есть наличие близорукости слабой степени, есть спазм аккомодации и есть небольшая степень астигматизма. Астигматизм – это, в общем-то, строение роговицы. Это не меняется с возрастом. То есть это неприобретенное состояние. По поводу близорукости и спазм аккомодации – это действительное действие экранных вариантов, особенно то, что связано с фиксацией зора на близком расстоянии. На правом глазу у вас получается минус один рефракции, а на левом глазу минус 0,5. Минус 0,5 – это говорит о том, что, в принципе, вы левым глазом бить достаточно хорошо. Если мы будем проверять правый глаз, зрение незначительно снижено. И для того, чтобы определиться, нужны вам очки или не нужны, нам необходимо будет проверить остроту зрения. Вопрос подбора очков на самом деле очень спорный и вызывает всегда какие-то сомнения, нужно носить их или не нужно. Если количество строчек каждым глазом меньше четвертой, соответственно, подбор очков обязательно, ношение очков обязательно постоянного решения. Если же зрение достаточно хорошее, порядка 6 строчек, то есть 0,6, и каждый глаз сидит примерно одинаково, то ношение очков в постоянном режиме как раз не обязательно. То есть можно использовать для вождения автомобиля, просмотра телевизора, театра, кино и так далее. Коррекция пресс-биопии, опять-таки, вызывает тоже спорные вопросы. Причем пресс-биопия? То есть это снижение зрения вследствие возраста, снижение зрения вблизи начинается с возраста 40+. У многих возникает вопрос, нужно одевать очки для вблизи или нет. И бытует такое мнение, что чем позже я одену эти очки, тем дольше я сохраню зрение на близком расстоянии. На самом деле основная причина снижения остроты зрения вблизи – это все-таки возраст. Хотим мы того или нет, рано или поздно мы эти очки оденем. Первое желание пациента, когда подбираются очки для вблизи, увидеть действительно как можно больше. И пациент часто настаивает на том, чтобы увеличить количество театринности. На самом деле увеличение театринности приводит к увеличению, может быть, даже дополнительных глазных жалоб. То есть это чувство усталости в глазах, это пресение, возможно, головной боли. Поэтому мы не всегда идем на поводу у пациента. Есть определенная градация нормы для каждого возраста. И примерно спрашивая возраст пациента, мы можем примерно сказать, какие очки ему нужны. Но в любом случае отбирать нужно обязательно в каждом случае индивидуально. Опять-таки может быть так, что один глаз видит хорошо вдаль, другой глаз видит плохо, вблизи. И такое состояние обязательно требует тщательного подбора очков. Пациент может двумя глазами видеть хорошо и вдаль, и вблизи, но тем не менее иногда приходится подбирать очки для работы на близком расстоянии, хотя бы на несколько часов в день, для того, чтобы была нормированная правильная нагрузка на каждый глаз. Ну а чего это происходит? От того, что мы сидим перед компьютером, работаем в офисе, просмотр телевизора? Если это возрастное снижение зрения, если мы говорим про призбиопию, это все-таки снижение зрения, связанное с возрастом. То есть с возрастом у нас теряется эластичность хрусталика, то есть целярные мышцы, которые удерживают функции хрусталика, они постепенно ослабевают. И хрусталик у нас устроен таким определенным образом, что с возрастом объем хрусталика увеличивается. То есть увеличивается и масса хрусталика, и объем хрусталика, за счет этого тяжелее становится смотреть вблизи. Поэтому призбиопия, к сожалению, это нормальное физиологическое старение хрусталика и нормальное возрастное физиологическое зрение. То есть если острота зрения даже сохранена, то что вблизи, это не всегда патология, кроме, конечно, заболеваний сетчатки. Ну а вот телевизоры, все эти компьютеры, телефоны, они влияние непосредственное оказывают? Вот влияние телевизора, доказательной базы, в принципе, нет. Единственное, конечно, нужно учитывать экран телевизора, на каком расстоянии находится от глаз пациента, потому что часто вытует такое мнение, что чем дальше мы находимся от экрана телевизора, тем лучше для глаз. На самом деле это не совсем правильно, потому что чем дальше находится телевизор от глаза, тем, в принципе, тяжелее удерживать взгляд на каком-то определенном объекте на экране. Приходится фиксировать взгляд, это ведет и к снижению слезопродукции, и к нарушению питания глазных, можете чувствовать усталости, возникает. Поэтому определять расстояние нужно, конечно, от того, в каком помещении вы находитесь. То есть если это помещение большое, экран телевизора должен быть побольше. Очень важно рассматривать еще момент, на какой высоте располагается телевизор. Это должно быть все-таки не меньше 70 сантиметров от пола. Если у вас в комнате работает телевизор, обязательно должен быть включен обычный свет. То есть в темноте смотреть телевизор? Да, то есть когда мы смотрим, например, телевизор в темноте, в ответ на какие-то меняющиеся освещения экрана, меняется функция зрачка. То есть зрачок то расширяется, то сужается. За счет этого меняется у нас аккомодация. Мышца, во-первых, устает раз. Во-вторых, может меняться качество вырабатывания внутри глаза жидкости. То есть меняться может и внутриглазное давление. Поэтому обязательным условием является, в общем-то, освещение в комнате. Особенно это не полезно, если человек не знает, есть ли у него глоукома или нет. То есть как раз у пациента, если имеются предпосылки к развитию глоукомы, это может провоцировать приступ. А вот работа с компьютером и с телефоном? Это хуже, чем мы смотрим телевизор. То есть, во-первых, меньше экран. Чем меньше экран, тем хуже для глаза. То есть нам приходится фиксировать взгляд на каких-то очень мелких деталях объекта. За счет этого большее условие создается для спазма аккомодации у лиц молодого возраста. Это напряжение. Да, напряжение глазных мышц. Это приводит к более сложным моментам именно в кровоснабжении определенного участка глаза. Вот для того, чтобы избежать вот таких осложнений, необходимо делать какие-то перерывы. Можно отклониться в кресле, посмотреть на стену, обойти взгляды, периметр помещения. Можно подойти к окошку. То есть чем дальше мы посмотрим, мы включаем в работу другие глазные мышцы. Соответственно, те мышцы, которые устали, которые работали на близкое расстояние, меньше будут испытывать нагрузку. Вообще глаз рассчитан работать дальше. В процессе жизни мы постоянно переключаем наше зрение на более близкое расстояние. И чем оно короче, тем для глаз менее полезно. Опять-таки, если мы работаем длительно на каких-то коротких расстояниях, у нас уменьшается количество маркетинговых движений. Это ведет к снижению продукции слезы. То есть поверхность глаза остается недостаточно увлажненной. Обязательно со временем возникнут жалобы на чувство сухости, покрасления глаза, какой-то дискомфорт. Это синдром сухого глаза? Да, это синдром сухого глаза. На самом деле, это на сегодняшний день очень актуальная проблема, потому что затрагивает практически каждого. И что делать? Капли капать? Ну, самое элементарное, что вы можете без закапывания, это часто моргательные движения. Если это начальная стадия... Если она не держится достаточно, то тогда офтальмологи предлагают широкий арсенал определенных капель, которые называются препараты группы со слезами в тесильной терапии. А есть какие-либо витамины для глаз, которые мы можем принимать? Использование каких-то витаминных комплексов для глаз предполагает, в общем-то, не столько количества витаминов обычных, а в составе этих комплексов имеется заоксантинолютеин. Это строительный материал для глаза. То есть эти вещества частично вырабатываются у нас, частично мы получаем извне, но разрушение этих веществ происходит на фоне искусственного освещения. Поэтому для того, чтобы восполнить этот баланс, необходимо какое-то дополнительное извне поступление. Но вы представьте себе... Знаменитая черника. Ну да, вот представьте себе, сколько вы должны съесть килограммов той же черники для того, чтобы восполнить этот баланс. Не проще ли выпить, допустим, одну таблеточку, которая содержит суточную дозу необходимых веществ, которая, в общем-то, восполнит баланс полностью? Но при этом есть огромное количество средств, которые негативно влияют на глаз. Это, наверное, косметика. Важно понимать для каждого пациента, кто использует косметические средства, что в любом случае после вскрытия упаковки у нас уже как-то стерильность нарушается. Поэтому взять за правило, менять через какое-то определенное количество времени тоже тоже любые косметические средства. Особенно это касается тех пациентов, которые имеют аллергическую реакцию. Нужно смотреть на качество продукта косметического, потому что чем больше срок годности косметического средства, тем больше количество консервантов, которые содержатся в составе. Какие самые распространенные заболевания глаз? Ну, сложно сказать, их достаточно много. Но на сегодняшний день, наверное, основными такими распространенными заболеваниями являются катаракта, глоукома, заболевания сетчатки. Опять-таки, заболевания сетчатки имеют, в общем-то, разные диагнозы. То есть это может быть связано с какими-то основными заболеваниями, например, сопутствующих сахарным диабетом или гипертония. То есть при этом свои изменения на сетчатке. А есть возрастные заболевания глаз, это называется возрастная баклодистрофия. То есть это достаточно грозное заболевание, которое на начальных этапах пациент практически может не предъявлять никаких жалоб. Повышение или понижение глазного давления – это будет свидетельством определенного заболевания? Глоукома – это группа заболеваний. Основным фактором является повышенное внутриглазное давление. То есть внутриглаза есть определенная структура, которая вырабатывает внутриглазную жидкость. И есть структура, куда эта жидкость оттекает. Повышение внутриглазного давления происходит по двум причинам. То есть или гиперпродукция, то есть вырабатывает слишком много жидкости, или же снижение оттока. Но глаз замкнутой системы, и эта жидкость никуда переливаться не может. За счет того, что идет накопление внутриглазной жидкости, происходит давление оболочек глазного яблока. Наиболее таким слабым местом является зрительный нерв. То есть давление оболочек зрительного нерва постепенно прерывает информацию, которая передается головному мозгу. На сегодняшний день выявить глухом достаточно просто. То есть это своевременность обращения, это измерение внутриглазного давления. Если мы видим хорошие цифры, хорошее поле зрения, то, в общем-то, можно не углубляться в диагностику. Если же это какие-то асимметричные цифры глазного давления, то есть между правым и левым глазом, если есть сужение полей зрения, если есть изменения на глазном дне, необходима дополнительная диагностика. На сегодняшний день можно выявить глухома на доклиническом уровне, то есть практически до того, как она разовьется. А что такое катаракта? Катаракты – это изменение прозрачности хрусталика. То есть внутриглаза у нас есть оптическая линза, которая должна сохранить прозрачность до определенного возраста. Старше 40 лет эластичность хрусталика снижается, и прозрачность хрусталика постепенно начинает снижаться. Причем острота зрения меняется очень постепенно, и пациент привыкает к такой остроте зрения. А замена хрусталика? Замена хрусталика, в общем-то, если раньше мы пациенту говорили, когда вы вообще не будете видеть, вы придете, мы вам заменим хрусталик. То есть сейчас тенденция совсем другая. То есть хирурги не любят, когда перезрелые катаракты, потому что для хирурга труднее работы в операционном поле. И, соответственно, дольше работы в операционном поле приводят к каким-то определенным уже другим изменениям, например, не совсем правильным воздействием на работу роговицы. Если мы смотрим на глазное дно, что мы там видим, насколько это информативно? При осмотре глазного дна можно выявить очень многие заболевания организма. То есть, в частности, большая диагностика – это диагностика диабетической ретинопатии. Для этого необходимо обязательно проводить осмотр глазного дна с расширением зрачка. То есть, если вы приходите к доктору, нужно настроиться на то, что вам закапывают капельку для расширения зрачка. При расширении зрачки сетчатка больше доступна осмотру. Иногда изменения при диабете локализуются не в центральных отделах сетчатки, и поэтому зрение может на начальных этапах и не меняться. Определенные изменения на сетчатке уже могут быть. Сахарный диабет дает осложнение на сетчатку, и обязательно нужно осмотр глазного дна для того, чтобы дифференцировать, лечить сетчатку или не лечить. Если это какие-то начальные мелкие кровоизлияния, в общем-то, это говорит о том, что есть какая-то нестабильность углеводного обмена. И иногда достаточно откоррегировать этот углеводный обмен, и кровоизлияние, они самостоятельно рассасываются. Если кровоизлияние происходит часто, они могут сливаться между собой и как бы забирать большую часть, активную часть сетчатки. Такие кровоизлияния действительно требуют лазерного лечения, то есть мы отправляем на лазер-когуляцию глазного дна. Если мы подытожим, то получается, что нужно ежегодно обращаться к врачу, пить витамины? Ну, за правило нужно взять, наверное, просто хотя бы раз в год. Хотя бы раз в год до 40 лет. Старше 40 лет нужно это делать 2 раза в год. Посетить офтальмолога. То есть есть определенный комплекс обследования, который займет у вас 10-15 минут, но после этого может вам доктор сказать, что у вас, в принципе, все соответствует вашей возрастной группе. Если есть какие-то отклонения, соответственно, он назначен консультацию или в виде каких-то дополнительных консультаций других специалистов, или какие-то дополнительные исследования. То есть не надо заниматься самолечением, самодиагностикой. На сегодня, к сожалению, очень часто пациенты так делают, то есть подбирают сами капли. Очки. Очки. Обязательно это нужно делать все-таки правильно. Редактор субтитров А.Семкин